Слава Украине! Героям слава! Привет от Полонского, жителям Запоребриковой цивилизации! ЛЧС на привет, Анечку и Степана Андреевича Бандеры! Итак, друзья мои, седьмой пакет санкций, шестой, слава богу, продавили у Орбана, который там поддерживал штаны Путина, а с Путина штаны уже слетают с ракового Путина, с раком летят штаны, да, уже говорят у него и рак, и Паркинсон, ну так это, скажем так, ну ладно, там богу виднее, как с ним поступить, такое дело. Да, так вот, шестой пакет принят, к сожалению, Гундяй выпал из шестого пакета, но ничего страшного, легче от этого самому Гундяю не станет, а все остальное, в принципе, неплохо. Но вот седьмой пакет санкций будет еще лучше, будет еще красивее, и поляки уже рассказали, замминистра закордонных справ, ой, иностранных дел, все по-украински, да, замминистра закордонных справ Польши Яблоньский Росповим рассказал о том, каким поляки видят седьмой пакет санкций против фашистской России. О том, что этот седьмой пакет, да, он будет, будет, я не сомневаюсь, он будет просто со временем. И, понимаете, между каждыми пакетами санкций, ну что, около месяца прошло, ничего не изменилось, Россия продолжает быковать, получайте следующий на загревок, и так пока не развалится. Вот, так, значит, речь идет прежде всего о газовой отрасли, то есть газовой санкции. Польша будет продавливать газовые санкции, запрет на покупку газа, это очень важно. Польша сама уже отказалась от газа из так называемой России, Болгария отказалась от закупки газа у так называемой России, и так далее, и так далее. Там Финляндия тоже самое. Одна за одной стороны отваливаются, слава богу, сейчас у них новые контракты с нормальными поставщиками, из нормальных стран, то есть это все идет своим чередом. Но нужно это узаконить с тем, чтобы ни у кого даже не было никакой мысли покупать у фашистов газ. Вот, это первый момент. Второй момент, это SWIFT. Отключение от SWIFT абсолютно всех российских банков. Мы прекрасно знаем, что самые крупные российские банки, за исключением одного, это Газпромбанк, отрублены от SWIFT, но вот Газпромбанк пока попрыгивает именно из-за газа. Да, и вот в первую очередь нужно конечно грохнуть Газпромбанк, и все банки, им нечего делать на западном рынке, им вообще нечего делать в Европе российским банкам. Это вообще не банки, это должна быть трехлитровая банка, точнее сберегательная касса, в которую вот эта вот бабушка в хустынке без зубов должна приходить, тыцать туда пенсионную книжку, ей должны там выдать ее нищенские 3 рубля 27 копеек, и бабушка идет домой внимать Путину в телевизор. Все, вот как должно быть на России, пока она вот в таком скотском состоянии, в котором она сегодня пребывает. Когда у нее поменяется, так сказать, мировоззрение, а в принципе оно никогда не поменяется, поэтому вот так оно и будет до развала так называемой России. То есть поляки довольно жестко видят седьмой пакет санкций, и я скажу, вы знаете, сейчас это пока что довольно все кажется сложным, но посмотрите, еще полгода назад никто не верил в нефтяное эмбарго, в том, что Европа полностью откажется от рашистской нефти. Пожалуйста, к 31 декабря количество рашистской нефти в Европе будет вот такое, 0,3. Путину как раз Кабаевой хватит купить там прокладки, все, больше ни на что ему уже не хватит, понимаете. А в свое время это миллиарды долларов были, все, закончилось. То же самое газ. Газ, конечно, не настолько принципиален, как нефть, потому что доходы газовые где-то в 4-5 раз ниже, чем доходы нефтяные. Главное было грохнуть ему нефть. Нефть мы ему грохнули, слава богу, без штанов он уже остался. Ну а газовое это уже, чтобы добить окончательно, чтобы ему уже вообще нечего было оплатить своим этим обработам. Ну, кажется сегодня малореальным, но я вас уверяю, сейчас все европейские страны без исключения работают над ослаблением газовой зависимости от России. Все. Я думаю, что еще месяц-два-три и все, скажем так, самые большие игроки от этого откажутся. Меня не интересуют мелкие страны в этом плане, потому что они покупают вот столько, там нет денег. Интересуют Италия, Германия, Франция, вот эти вот страны. Великобритания уже отказалась. Все, будьте здоровы. Вот это самое главное. Отваливается Германия, все, Путин вообще остается без штанов. Слава Украине. Продолжение следует... Продолжение следует...